Сегодня в центре нашего внимания продукт экзотический, но тем не менее очень любимый всеми сторонниками правильного питания. Этот продукт – семена чия. Семена чия вообще получают из испанского шалфея, то есть это злак по факту. У этого злака самое высокое содержание белка из всех злаков, даже больше, чем в киноа. Плюс высокое содержание омега-3 кислот. И, естественно, 25% пищевых волокон, соответственно, очень хорошо влияет на пищеварительную систему. Первое, что приходит на ум – это чия-пудинг. Что еще может быть с участием чия и какова вообще область применения этого продукта? Вообще чия можно добавлять и в выпечку, и в соусы, и в салаты. В принципе, в наших ресторанах тоже давно уже используется чия в качестве добавки к салатам. Также, помнишь, мы как-то делали боулы. Мы тоже добавляли, то есть сверху либо в смузи, либо в какой-то йогурт. Сверху накладывали чия, и оно разбухает и хорошо усваивается. Да, кстати, вспомнила, да, это такой продукт, который не всегда нужно подвергать тепловой обработке. Это большой плюс. Он увеличивается в объемах, становится более мягким. Вообще, на одну порцию чия нужно 12 порций воды, и тогда чия раскрывается полностью, становится более питательным и надолго насыщает. Получается, если мы будем готовить чия-пудинг, например, из йогурта, то буквально там, да, вот на такую баночку йогурта нам потребуется, ну, столовая ложка этих зернышек. Помимо того, что чия используется в основном в десертах и в смузи, как нам кажется, очень много существует сыроедческих рецептов, то есть веганы употребляют с удовольствием в супах, делают какие-то фалафели с чия. И таким образом восполняют недостаток белка в организме. Чия существует в двух вариантах. Мы в основном знакомы именно с черным, но белый считается более полезным, более редким, более чистым. Еще хочу рассказать, что появились вот такие вот макароны с чия, то есть нет, опять же, пшеницы, здесь рисовая мука, это рисовая лавша с семенами чия. То есть полноценный такой углеводно-белковый обед. У нас здесь представлены семена чия самых разных брендов, и, как правило, на обратной стороне обязательно есть какой-нибудь рецепт. Ну, а теперь переходим к нашему рецепту. Что сегодня сделаем? Мы сегодня будем делать пудинг на кокосовом молоке с ягодками. Приступаем. Изменем как раз семена чия, которые в отдельных у нас пакетиках по 5 грамм, и попробуем как раз на баночке. А, то есть ориентируемся, сколько нам нужно будет. Да, они уже дозированы, по идее, это на один перекус. Ну, и задача, требующая очень серьезных кулинарных навыков, профессиональных, нужно аккуратно вскрыть вот этот вот пакетик и вот так вот высыпать. Кстати, как человек, осведомленный в правильном питании, можешь рассказать заодно о кокосовом молоке, в каких оно концентрациях существует? Ну, вообще, есть кокосовые сливки, на пачке прям написано, они самые жирные. Потом идет кокосовое молоко. И если, допустим, это натуральное кокосовое молоко, оно не должно быть разбавлено ни с чем, то есть прям, да, оно очень жирное, но его в домашних условиях можно разбавлять водой, чтобы тебе было комфортно добавлять там в кофе или куда-то. И его, если оно не открыто, лучше не хранить в холодильнике, да? Да, оно застывает, как и масло, в принципе, то есть становится прям очень твердым. То есть в данном случае у нас получается напиток, да, потому что здесь кокосовое молоко, кокосовые сливки, вода питьевая. Да. Итак, нам нужно по объему в 12 раз больше налить нашей жидкости, то есть это примерно где-то до серединки. Да. По прошествии 20 минут мы получаем вот такую вот консистенцию, но если еще подержать, несколько часов, например, в ночь оставить, то будет эта масса гораздо гуще. И мы добавляем сюда ягоды, порежем клубничку и добавим голубику. Кстати, для таких вот ягодных десертов совсем не обязательно очень много ягод, буквально пара клубник и несколько ягод голубики на одну порцию будет достаточно, поэтому такие интересные десерты можно себе позволить даже в зимнее время. Субтитры подогнал «Симон»!